Здравствуйте, дорогие друзья! Была у нас такая четырехдневная пауза, новостей скопилось очень много. Сейчас я вам все по порядку расскажу. Первая и самая главная новость, это, конечно, о Дэйве. Дэйв очень плох. Буду говорить как есть. Но не фатально, как нам сказали четыре дня назад, после чего два дня я тут проревела. Я понимаю, что некоторые блогеры ловят на этом хайп, выставляют свои опухшие лица на обзор своим зрителям. Мне этого не надо. Я привыкла и для своих друзей являюсь очень мощным мотиватором и вообще таким неунывающим человеком. Поэтому все мои слезы, сопли, переживания, они остались за кадром. К сожалению, не для всех из вас. Очень многие каналы, очень многие мои зрители меня поддерживали. Мне сейчас очень стыдно и даже совестно больше, что я заставила огромное количество людей и так переживать за меня. Хотя, ну, я человек достаточно сильный и у меня не очень много таких точек, по которым можно бить и меня расстраивать. Ну, вот Харлей разве что такая точка. Ну, и дети, как для любой матери, наверное, да, не надо тут быть гением. Ну, свозили мы его к ветеринару. Ветеринар сказала, что у неё был похожий случай. И четырёхлетняя овчарка, у которой были те же самые симптомы после УЗИ, сразу подверглась усыплению. Потому что УЗИ показала злокачественную опухоль, рак последней стадии. И было решено и принято решение прямо мгновенно. Она нам лечения никакого не назначила. Сказала, чтобы мы как-то сами решали этот вопрос для себя. Два дня мы решали этот вопрос, разговаривали. И я тут плакала по углам, потому что я не могу эмоции показать своему мужу во всей красе. Ему и так тяжело, потому что Харлей – это его собака. Мы его любим, да, одинаково. Вот. Но в основном, конечно, ходил Серёга тут мрачнее тучи. А я, ну, не могу же постоянно лить слёзы у него на глазах. Поэтому я то в сарае проревусь, то там в одной комнате, то в другой комнате закроюсь. Вот. Но всё равно по моей опухшей физиономии было ясно всем, что, ну, как бы, не сладко мне. Вот. Поэтому я очень благодарна тем из вас. Мне, ну, с одной стороны, и совестно, и очень, ну, как бы, неудобно перед моими зрителями и перед дружественными мне каналами за то, что я заставила людей так сильно сопереживать. И я получала буквально утром, в обед, вечером, ночью слова ободряющие, чтобы я там держалась. И как-то меня всё равно поддерживали, короче. И я ощущала вот эту поддержку. И на самом деле, вот кто говорит, спасибо огромное вам за поддержку, это не пустые слова. И она в собственной шкуре испытала, насколько важна поддержка людей в каких-то вот таких вот критических ситуациях. Тем более, когда мы приняли решение об усыплении, и когда позвонили уже другому ветеринару, приехал парень достаточно молодой, со шприцем, вышел из машины, зашёл к нам сюда, посмотрел на Дэйва, Дэйв хвостом завилял, у Дэйва глаза светлые. И, в общем, после минут 10-15 он его осматривал, ощупывал и сказал, что у него рука не поднимется. В данный момент уцепить эту собаку. Спросил, готовы ли мы бороться. Мы ответили, что мы всегда готовы. Вот. И с этого момента он нам расписал это лечение на формат А4. Это и поддержка почек, и поддержка сердечной мышцы, и мочегонная, потому что жидкость из брюшной полости нужно выгонять. Вот. Сказал, чтобы вода была в доступе абсолютно всегда, чтобы не допустить обезвоживания организма. Вот. В общем, сказал. А у нас, понимаете, а у нас-то уже яма вырыта за теплицей. То есть мы уже готовы, и Серега, причем он эту яму в несколько заходов рыл, потому что он говорит, я просто не могу. У меня, как бы, вот чисто эмоционально. Конечно, мне потом уже, когда ветеринар уехал, мы остались вот с этим списком лекарств. Мне потом уже девчонки тоже писали, говорит, ну как, что? Ну, они уже знали, что яма готова. Вот. Я говорю, да вроде как усыпление откладывается. Ну, и мне начали уже такие сообщения писать, что ставьте уличный туалет над этой ямой. Вот. Ну, уже, конечно, камень с души вот этот спал. Я вообще очень быстро мобилизовалась. То есть мы тут же садимся в машину, объезжаем все аптеки, не можем найти самого главного лекарства, вот этого мочегонного, которое, ну, на котором вообще все остальное лечение это базируется. То есть нам сначала нужно жидкость из него слить, а уже потом все остальное. Вот. И нам звонит наш поставщик инкубационного яйца из Санкт-Петербурга и говорит, вам все, яйцо пришло, нужно забирать, потому что очень жаркая погода. И тут пришли на помощь Сережина родители. Они говорили, все, одна ночь ничего в данном случае не решает. Мы забираем Харлея себе, вы спокойно езжайте в Санкт-Петербург, делайте свои дела, потом будем уже здесь разбираться. Мы в срочном порядке в 8 часов вечера стартуем в Питер, ночуем там, мы уже там где-то в половине первого мы были в Питере. Вот, с утра грузимся, потому что нам оказывается тех вещей, которые мы изначально сюда необходимы, первой необходимости вещей, которые мы сюда привезли, их нам оказалось мало. Вот. Мы загружаем машину, заезжаем за инкубационным яйцом и уже на следующий день приезжаем обратно сюда. Начала я курс лечения, сразу прям неразбираемо, единственное, что яйцо занесли домой, чтобы оно тут отлежалось. Вот, быстренько все по хозяйству нашли, заехали в аптеку без проблем, купили лекарство Дэйву, тут же я ему все поставила. В общем, сегодня у нас началось интенсивное лечение, интенсивная терапия. В общем, вот какие-то такие сумбурные у нас новости. Все остальное у нас, слава богу, спокойно. Свинки едят, индюки тоже все у них хорошо. Гуси наглеют с каждым днем, но это меня только радует, потому что они такие становятся серьезные птички. Еще раз я хочу поблагодарить всех моих зрителей, подписчиков, дружественные мои каналы, которые буквально 24 часа были со мной. И когда я не могла даже отвечать, я писала, потому что я даже разговаривать не могла. Вот, мне действительно очень помогло то, что вы со мной оказались рядом. Еще раз спасибо вам огромное. И извините, пожалуйста, что напугала вас, но я и сама правда-правда очень сильно испугалась. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok